Пара мгновений вертолет Ми-8 поднимает десантную группу на 40 метров. Зависает. Теперь задача спасателей – покинуть машину. Жизнь каждого теперь зависит не только от снаряжения, по которому спускаются на землю, но и от личного мастерства. Уже третий год подряд тренируемся, подтверждаем свои квалификации. Так что уже более опытно работаны. Так что все хорошо. В степи на окраине Абакана собралось почти полсотни спасателей из пяти сибирских регионов. Пусть каждый из них – мастер своего дела, но поддержание формы никто не отменял. Десантирование с вертолета по канату в основном применяется в тех местах, куда больше ни на чем добраться невозможно. И, как правило, там всегда экстремальные условия. Так что это в том числе и тренировка для летчиков. Если будут позволять погодные условия, он хорошо стоит, зависает. Бывают такие, что если порой ветра, то может снести. Кому экстрим, а кому будни. Такое вот десантирование, когда главную роль играет не парашют, а канат. В работе спасателей – неотъемлемая часть. Ну а как иначе вызвали дисбеды человека, который, например, застрял на острове, оторванной льдине или на крыше затопленного дома, получается, только спустившись с небес. Сегодня тренировка проходит в рамках подготовки к весенним паводкам. Спасатели – своего рода спецназ. Неважно, где в стране происходит ЧАЭС, группировка спасения летит из других регионов. Так что даже если у нас нынче ничего и не случится, не факт, что местные просидят сложа руки. Впрочем, работы в Хакасии им хватает и без наводнений. В январь 2016 года, когда искали рыбаков, приходилось десантировать ребят на лед, на метеостанцию. Мероприятия, которые были в прошлом году, на Саяно-Шушевском водохранилище. Затем десантирование с борта вертолётов в горно-лесистой местности, в Даштыбском районе при эвакуации охотников с избушки, которые были в состоянии здоровья. То есть рыбаков спасали, значит, это 2013-2014 год. Стоит добавить, что такие вот тренировки проходят в МЧС буквально круглый год. Ведь здесь каждый понимает, что от чётко отработанных действий всё же зависит не только личная жизнь. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.